Атаманам быть, уряд держать. 14 декабря в Доме культуры поселка Ильский состоялся сбор районного казачьего общества. 120 представителей казачества, атаманы поселений и представители духовенства собрались, чтобы обсудить итоги уходящего 2018 года. На сходе присутствовали глава ильского поселения Николай Головко и глава муниципального образования Северский район Адам Джарим. Основной темой собрания были результаты работы общества за 2018 год. И здесь казакам есть чем похвастаться. Организация мероприятий различной направленности, таких как фестиваль казачьей культуры «Казак лишь с верою казак», проведение военно-спортивных соревнований на кубок атамана среди школьников. Отдельно была отмечена Дербинская школа номер 12, которая не так давно была преобразована в школу казачьей направленности. В целом атаман Северского района Александр Дедов отметил плодотворность работы казачества с молодежью. Также не остались без внимания труды казаков района во время чрезвычайных ситуаций. Так, помимо помощи в ликвидации подтопления в поселке Тхамаха и селе Шабановском, казаки района приняли участие в работе в Туапсинском районе в октябре этого года. Атаман поблагодарил братьев казаков за труды и сделал отдельный акцент на публичности их работы. Нам надо активно жить, нам надо себя показывать, нам надо не стесняясь носить нашу форму. Надо, чтобы нас все видели. И тогда у нас здесь будет в наших станицах, в нашем районе и порядок, и спокойствие. Глава ильского поселения Николай Головко поблагодарил представителей казачьего общества за работу и выразил надежды на дальнейшее сотрудничество. Глава района Адам Джарим обратил внимание на текущие задачи и поговорил с казаками о дальнейших перспективах развития общества. Казачество в нашем районе развивается и с каждым годом численность общества пополняется новыми молодыми представителями. Завершился сбор на праздничной ноте награждением достойных казаков за заслуги. До Нового года остались считанные дни. Уже совсем скоро мы попрощаемся с 2018 и пожелаем друг другу счастья на следующие 12 месяцев. По доброй традиции, в преддверии зимнего праздника глава муниципалитета Адам Джарим посещает все поселения района. Первые поздравления получили жители шабановского поселения. Я хотел бы жителям шабановского поселения пожелать прежде всего здоровья, семейного благополучия, радости в душе, чтобы дети вас радовали, внуки не огорчали, чтобы то воспитание, которое вы дали своим детям и внукам, в самой-самой глубокой старости, каждый мог бы сказать, пролюдившись на свою жизнь, что я самый счастливый или я самая счастливая, это вот ради чего мы живем. Поэтому низкий вам поклон всем. Какой зимний праздник обходится без музыкальных подарков? Детский коллектив «Веселые нотки» исполнил для гостей торжества песни о зиме и ожидании новогоднего чуда. «Веселые нотки» Теплые поздравления с наступающим 2019 годом получил и актив Григорьевского сельского поселения. Красиво наряженная ель, запах мандаринов и теплые пожелания создавали атмосферу приближающегося Нового года. Я, Синюши, желаю вам вашим семьям здоровья, удачи, достатка, мира и согласия. А нашему родному Григорьевскому сельскому поселению и Семеновскому району процветали. А самое главное – прекрасного праздничного настроения на весь следующий год. С праздником! Особая атмосфера праздника царила и в Смоленском сельском поселении. Новогодние игрушки, свечи на пушке днем, А веселые зверюшки, мой пирог, Завели свой хоровод, Зачи возвышались мой народ, И милый, что все пройдет с конечным сном. Многие из тех, кто пришел на новогодний огонек в течение 2018 года, Трудились не покладая рук. Все они не остались без внимания. Я хочу пожелать каждому жителю Смоленского поселения Прежде всего крепкого здоровья, благополучия семейного, Чтобы в семье был достаток, в семье было тепло, уютно, Чтобы дети наши были одеты, обуты. Собравшись и не только поздравили друг друга, Но даже закружили праздничный хоровод вокруг главного символа праздника – красавицы елки. У тебя много планов и большие мечты. Но хочется красивой жизни и легких денег. Будь осторожен. Соль. А если меня задержат? Ничего страшного, мы тебя отмажем. Не верь обещаниям преступников. За распространение наркотиков. Лишение свободы. От 10 до 20 лет. Несколько раз в неделю британец Пол Бартон привозит пианино в тайский заповедник «Мир слонов» И играет прямо на лоне природы. Постепенно вокруг собираются исполины, жуют листья и слушают спокойные нежные мелодии. Все эти животные когда-то работали на людей, а теперь нашли пристанище в частном доме престарелых для слонов. Жизнь этих работяг была нелёгкой. Некоторые получили разные травмы, а другие страдают от болезней и слепоты. Возможно, эти ослепшие слоны получат немного утешения, слушая успокаивающую классическую музыку. То, что слонам нравится музыка, Пол заметил случайно, когда играл на концерте на открытом воздухе. «Слепой слон по имени Плара случайно оказался у рояля. Он ел. Слоны вечно голодные. Поэтому было удивительно, когда Плара застыл с полным ртом банановых листьев и просто слушал музыку». В «Мир слонов» Пол приезжает по приглашению владельца заповедника. «Когда Пол играл на пианино для слонов, я почувствовал, что они понимают музыку. Музыка – универсальный язык, который понятен каждому». Тайский заповедник открылся 10 лет назад. Здесь пожилые слоны могут достойно провести старость. Они не работают, не выступают и никуда не ездят. Сотрудники заповедника и волонтёры лечат животных, ухаживают за ними и собирают для них еду. Ну а музыка стала дополнительным удовольствием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова